География, 9 класс, параграф 27. Агропромышленный комплекс, растения и водства. Сельское хозяйство обеспечивает страну продовольствием и некоторыми видами промышленного сырья. Эта задача решается на основе совместной работы непосредственно сельского хозяйства, а также отраслей, обеспечивающих его ведение, производства минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, пищевая и легкая промышленность. Не совсем верно говорить, что сельское хозяйство обеспечивает население продовольствием. Далеко не все, что оно дает, может быть непосредственно использовано в пищу. Сахарную свеклу нужно переработать в сахар, зерно в муку, хлеб, макароны, семена подсолнечника, в масло и так далее. Поэтому принято говорить, что сельское хозяйство является одним из звеньев агропромышленного комплекса – АПК. Агропромышленный комплекс – это совокупность всех отраслей хозяйства, участвующих в производстве продукции из сельскохозяйственного сырья. Сельское хозяйство – основное звено АПК. Оно включает две главные отрасли – растениеводство или земледелие и животноводство. Их развитие зависит от агроклиматических условий. Изменение типа почв, их плодородия, соотношение тепла и влаги подчиняется закону широтной зональности. Поэтому с севера на юг происходит изменение типов сельскохозяйственной деятельности. Площадь России огромна, но для сельского хозяйства пригодны только около 10% ее территории. Эта площадь, называемая площадью сельскохозяйственных угодий, составляет почти 1,7 млн квадратных километров. Из них 60% занимают обрабатываемые земли, в том числе пашни. Оставшиеся 40% – это пастбища и сенокосы. С севера на юг агроклиматические условия сильно меняются. Поэтому для растениеводства характерна зональная организация хозяйства. С севера на юг наблюдается смена земледельческих зон, специализирующихся на выращивании тех или иных культур. Основой растениеводства страны является зерновое хозяйство, на долю которого приходится половина всех посевных площадей. Основные зерновые культуры России – пшеница, рожь, ячмень и овес. Пшеница требует плодородных почв, любит продолжительное теплое лето и не нуждается в обилии влаги. Поэтому основными районами ее выращивания являются степная или состепная зона. По способу выращивания пшеница бывает озимой и яровой. Озимую пшеницу высевают осенью, и ко времени установления снежного покрова она успевает взойти и окрепнуть. Озиму проводят под снегом. Как только он сходит, пшеница тут же идет в рост. Собирают ее в конце лета. В результате озимая пшеница развивается почти целый год и зерно успевает набрать полную силу. Поэтому урожайность озимой пшеницы очень высока. Яровую пшеницу сеют весной и убирают осенью. Урожайность ее обычно в два раза ниже. Если по качеству озимая пшеница гораздо лучше яровой, то почему на ее долю приходится только треть пшеничных посевов? Почему не вся пшеница в стране озимая? Все дело в климате. Для озимой пшеницы необходима относительно теплая многоснежная зима. Поэтому ей подходит только климат европейского юга нашей страны. В условиях же континентального климата с холодной малоснежной зимой выращивать можно только яровую пшеницу. Примерные границы между двумя типами климата в европейской части страны можно считать Волгу. Поэтому на правом ее берегу раскинулись посевы озимой пшеницы, а на левом – яровой. В отличие от пшеницы, рожь менее требовательна к плодородию почв, а вот влаги требует больше. Поэтому главные районы ее выращивания находятся в лесостепных районах и на юге лесной зоны. Овес и ячмень еще более неприхотливы. Их выращивают в зоне смешанных лесов и южной тайги, то есть в гораздо более северных районах, чем пшеницу. Ячмень и вовсе является самой северной из зерновых культур. Он возревает всего за 80-90 дней. Ему вполне хватает короткого северного лета, а в силу своей неприхотливости может расти и в южных засушливых районах. Меньшее значение для растениеводства нашей страны имеют такие зерновые культуры, как кукуруза и рис. Их возделывают в условиях довольно жаркого климата, а рис относится еще и к очень влаголюбивым культурам. Посевы этих культур располагаются в наиболее благоприятных климатических условиях в низовьях Волги, Дона, Кубани, на юге Приморья. Большое значение в России имеет картофелеводство. Картофель не сразу стал «вторым хлебом», как его иногда называют. Первоначально крестьяне сопротивлялись введению в стране этой культуры. Из уроков истории вам известны даже настоящие картофельные бунты. Картофель выращивают в южных районах лесной зоны и в лесостепи. Кроме того, картофелеводство, как правило, входит в состав пригородного сельского хозяйства. Разговор об этом типе сельского хозяйства у нас еще впереди. Овощеводство и садоводство развиты главным образом в самых южных районах Европейской России, в Краснодарском крае и в других районах Северного Кавказа, в Республике Крым. Эти отрасли развиты в стране недостаточно, прежде всего потому, что плохо налажена система хранения и переработки овощей и фруктов, которые, как правило, являются скоропортящейся продукцией. Особое место в растениеводстве занимают технические культуры. Одни из них дают человеку непродовольственное сырье, например, растительные волокна. Среди волокнистых культур в России первое место традиционно занимает лен-долгунец. Это неприхотливое растение возделывают в тех же районах, что и рожь, то есть в лесной зоне страны. Другие виды технических культур могут быть использованы в пищу, но только после промышленной переработки. Техническими культурами такого рода являются масличные и сахароносные. Основное сырье для получения растительного масла у нас в стране – подсолнечник. Культура, требующая очень много тепла и солнечного света. Основными районами его выращивания являются Ростовская область и Краснодарский край, расположенные в степной зоне. Немного севернее, в лесостепной зоне, выращивают сахарную свеклу, единственную в стране сахароносную культуру. Редкой для нашей страны является еще одна техническая культура. Чай. Чай исключительно требователен к условиям произрастания. Он нуждается в плодородных почвах в большом количестве тепла и влаги. Не случайно главные чаеводческие районы планеты расположены в субэкваториальном и экваториальном климате. И тем не менее, в нашей северной стране есть возможности для выращивания чая на Черноморском побережье Краснодарского края. Правда, отечественный чай занимает менее 1% его потребления в стране. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма – районы развитого виноградарства и виноделия. Повторим главное. Агропромышленный комплекс – это совокупность всех отраслей хозяйства, участвующих в производстве продукции из сельскохозяйственного сырья. В его состав входит сельское хозяйство, отрасли, обеспечивающие работу сельского хозяйства, и отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Основой растениеводства России является производство зерновых культур. Они занимают половину всех посевных площадей страны. Основными зерновыми культурами России являются пшеница, рожь, ячмень и овес. Пшеницу выращивают в степной и лесостепной зонах, а другие названные культуры – в зоне смешанных лесов и на юге Таежной зоны. Важную роль играют технические культуры. Это растения, которые дают человеку непродовольственное сырье или требуют промышленной переработки, прежде чем могут быть использованы в пищевых целях. Волокнистые технические культуры – лен – выращиваются главным образом в пределах лесной зоны. Основной масличной культурой страны является подсолнечник, а сахароносной – сахарная свекла. Районы их выращивания расположены в степной и лесостепной зонах.